Привет, друзья! Сегодня хорошо тепло, но шапочку я одела на всякий случай. Мы идем с Гавочкой немножко прогуляемся. Сегодня у нас понедельник, число 21, по-моему. Стараюсь следить за числами, по крайней мере, сейчас есть ежедневный блок, я хотя бы знаю. Так как я в конце всегда видео пишу, какое число, я он трак, как бы чисел нахожусь. Мы вышли, немножко решили пройтись, потому что солнышко вроде оно то есть, то его нету, но ветра вроде нету сильного. Мы хотели раньше выйти, но Костя говорит, был ветер сильно прохладный. Так мы немножко попозже вышли, побеседовала немножко с мамой, пока там поделала какие-то свои домашние дела. Вот и пришло время немножко выйти пройтись. На часок пойдем, время у нас сейчас уже почти полдвенадцатого. Сейчас пройдемся, придем и будем дальше хозяйничать до отхода к Идошкиной школе. Так, здесь ветер, поэтому много не поговорю. У меня есть очень много вопросов, которые мне Керан задала, на которые я хотела ответить. Один из них про погоду, я хочу сказать. Как было привыкать к погоде. Ой, это был сложный процесс. Мне взяло вообще три года понять, что все-таки есть четыре сезона, и они все абсолютно разные. И очень долго мне зимой нужно было привыкать к одежде, насколько тепло я должна одеваться, или насколько не тепло. Потому что вроде как только ты врубишься, что надо одеваться тепло, уже становится тепло на улице, и надо уже не так тепло одеваться. То есть это все мне брало время. Сейчас я уже, можно сказать, с полной уверенностью в этом году впервые знаю, что, в каком сезоне, в какой куртке, в какой шапке, в каких штанах ходить. И в какой обуви. Обуви у меня, кстати, немного. Я вам здесь вот покажу, какие у меня есть ботинки. Есть у меня одни, которые я в них и сейчас и хожу. Есть и бутс этой фирмы, есть много разных. Да, и у Габи есть красивые кроссовочки. Это баба Валя тебе купила? Ты смешная девочка. Ой, сколько мне про ее косолапость говорят. Такое впечатление, как будто я не знаю. Ну, такое вот у нее настроение. Это не отклонение и ничего. Это просто у многих детей такое до пяти лет. Конечно, мы были у врача, и все нормально. Здесь при рождении проверяют детей, есть ли проблема. Все у нее хорошо, все нормально. Просто вот так идут ножки. Они уже намного лучше, они выравниваются. Вот. По поводу погоды. Вот я вам покажу вот эти свои ботиночки. Потом у меня есть типа Хуги. Но они не Хуги, другой фирмы. Вот. Покажу вам. Я в них хожу. В них только когда сухая погода, вот как сейчас и холодная, в них ходить. У меня сейчас вот эти есть, они на три сезона. В них можно и зимой, и осенью, и весной пока. Ну, дождливо. Ну, мне нога страшно потеет. Потом есть еще в первый год, когда я приехала, я купила себе мне ботинки. Естественно, нужные были. Так я купила себе Коламбии фирмы. По какой-то там были бешеные скидки за 50 долларов. Вот. Я взяла, как раз был мой размер. Размер у меня большой, десятый женский. Потому что, оказывается, у мужской и женский здесь различается размер. Да, у нас если был 42-й, он был 42-й. 41-й, 41-й, 40-й, 40-й. Вот. У меня вообще 40-й размер. В некоторой хорошей обуви дорогой 39-й с половиной. Вот. А на местной... Упала? Не, не бойся. Давай ручку. А на местный лад 10-й. Некоторые даже можно брать 11-й, калоши какие-нибудь. Ну, у меня 11-й, нет, 10-й. А у Кости 80-й с половиной. Хотя у нас с ним один и тот же размер ноги. Я уже в каком-то видео говорила. У нас один размер ноги. Если мне нужно ему выбрать обувь, я всегда на себя меряю. Я знаю, что это хорошо. Сейчас я ему планирую купить кроссовки. Поехать нужно будет у него сейчас... Ну, сейчас такой период кроссовочный наступает. Когда вот, да, в туфлях уже ты не ходишь. Потому что он на работу носит туфли. Ну, его тоже зимние ботитки, конечно. Тоже, кстати, Коламбии. Но он в них редко ходит, потому что он ездит в машине в основном. Так он в туфлях. Но если, например, он в Иду отводит в школу, и ему надо выйти, то он переобувается. Едет туда в своих Коламбиях. А на работе уже в этом переобувается. В гараже. Переобувается, да. Вот. А сейчас уже кроссовочный период наступает. Я хочу ему хорошие кроссовки купить. Это у него все какие-то раздолбанные, старые уже. Поэтому я на себя меряю кроссовки. Хотя на мужской у меня восемь с половиной, а на женский десять. Вот так вот. Поэтому вот это по обуви. В принципе, это вся обувь, которая у меня из зимних. Вот эти вот копы я сейчас купила. Вот эти вот, значит, Коламбия. Вот эти хуги, которые не хуги. И все. Ну и кроссовки, естественно, которые иногда я одеваю зимой. У меня одни уже старые скетчерсы. Не, не скетчерсы. Скетчерсы вроде бы у меня были, да. Я их раздолбала. Я в них уже хожу. Я их купила буквально в 2013. Да. Вот они уже. Из-за того, что они тряпичные немножко у меня на правой ноге. Уже там, где большой палец, немножко как дырочка такая. Ну, я в них... Они хорошие. Так не расклеились. Ничего. Так в них можно ходить, конечно. Ну, так, куда-то выбежать. На ту же площадочку. Габи, не иди в болото, пожалуйста. На ту же площадочку или там куда-то. Ну, в школу, например, даже заеду. Я уже в них не хочу ходить. Там где-то на огороде походить нормально будет. Вот. Так что в этом... Ой. В этом плане. Давайте покажем вам немножко, где мы идем. Да, там тыквочка, да, была? А, еще от Хэллоуина осталась на деревьях, да. Белая. Вот мы идем тихо, спокойно. Рабочая неделя началась. Все на работах. Машин очень мало на улицах. Мы идем в парк. Ветра действительно. Пока что мы между домами идем. Сильного нету. Но нормально. Вот. Так что это я рассказала по обуви. По обуви. Вот так вот у нас. По курткам. У меня первый год я купила синяя куртка. Вы знаете, у меня она есть. На второй год я поняла, что желательно нужно иметь еще, типа, ну, не ветровку, а такую плотную, от ветра которая. Но зимой в ней холодно будет, потому что она достаточно тонкая. Она такая весенняя-осенняя. И зимой, когда тепло, то я... Что дать? Не иди в болото, не иди. Иди по тротуару. Иди, где мама идет. Не иди там, доченька. Там грязно. Вот. Так я поняла, что должна быть такая курточка тоже. И желательно всего этого, конечно, иметь несколько. Но, по крайней мере, в начале все по одному у тебя появляется. Так я купила себе серую. Мою курточку, в которой вы меня видели на всех видео. Ну, на многих видео я в ней. И у Габи розовая курточка, да? А в прошлом году купила себе вот эту курточку. Уже она посерьезнее будет. Тоже она и с капюшоном хорошим, который отстегивается. И застежки в ней хорошие. Есть ремень, который можно тоже завязывать. Ну, чтобы ветер лишний не залетал. И она длинная. Она прикрывает очень хорошо попу. Она до колена. Эта куртка до колена. А та куртка, которая синяя, то она только чуть-чуть попу прикрывает. И все. Вот видите, какая она длинная получается. Вот. До колена. Габи тоже показывает свою куртку. И свои коленки. Пошли, бусинка. Вот как у нас тут. Вот все красиво. Вот там у нас автобус едет. И площадка детская. Вот. Ну, в общем, сейчас пока тут дороги, Габи, стой. Я потом продолжу свой репортаж. Вот мы и пришли. Ребята, хочу вам показать пример. Буквально вчера. Еще. Габача, иди сюда. Буквально вчера. Идем сюда. Не иди там, болото. Еще не было качели. Вот. Я вам показывала вчера. А сегодня уже привесили. Видимо, все-таки сезон уже открылся. Как-то по числам. Видимо, уже они решили, что все. Можно. Хочешь на качельке покататься? А, ты сама хочешь ее покатать? Зюзя. Вот так. Осторожно. Только, чтобы она по лицу тебя не ударила. Ты маленькая киська? Как Габи катается на машинке? И бакс. Так. Бакс. Это у нас получается какой-то катерпиллер, да? Катерпиллер. Гусеница. Гусеница. Катерпиллер. Ну, и на горочку. Так. Хочешь на горочку? Ну, давай, полезли. Так. Рукавички снимаем. Давай варежки свои сюда. Эти мой золотой. Действительно, прекрасно. Жалко, что, конечно, солнца нету. Не очень солнечно, но не быть более-менее так. Вон, солнышко там. Видите, какое оно? За облаками. И ветра нет. Это самая прекрасная погода, которая может быть. То есть не холодно. Где-то сейчас, я думаю, минус один максимум. Я не проверила погоду, когда уходила. Но если мне телефон покажет, то что у меня телефон-то без даты. И у меня есть такая программка, которая... Ну-ка, сейчас. Габи, осторожно. Скалолаз. Вот она показывает немножко. Вот. Три филс как в ноль. Видите? Так что, ну, это последние данные, которые были, когда я была дома. Вот. Так что, привыкала вот таким образом я к новой погоде. Керен, вот я тебе рассказываю. Значит, продолжаю. Взяла время понять, какая нужна обувь, какие нужны куртки, какие нужны свитера и кофты. Габи, я тебя жду. Давай. А, там айс? Да. Не, нету. Здесь сухо все. Айс. Смешная. Вот. Поэтому это все берет время. Это все вопрос, так сказать, навыков, опыта. Понимаете? То есть тут в этом плане это все, так сказать, только личный может быть опыт. А так как я вообще по жизни жаркая женщина всегда была, то здесь я стала холодной. Я вижу, что с возрастом я становлюсь, мне холоднее становится. Костя всегда был у нас, как сказать, мерз всегда, да, был. А мне было всегда жарко. Сейчас, наоборот, ему нормально, а мне всегда холодно. Как-то оно меняется. Качельки, кстати, снимали. Я сейчас вижу, что они новые, потому что новые цепи. И эти качели тоже сами по себе новые. Абсолютно новые. Их только привесили. Их не было, как я и говорила. И эту повесили последней. Фаст. Фаст. Ты держись, главное, фаст. Вот такой космонавт у меня летает здесь. Какой классный космонавт. Комонавт, еще быстро надо в небо полететь. К Бабе Вале. К Бабе Вале? Вау! Вау, как Габи улетела уже высоко. Ого-го! Ты уже достаешь до солнышка? Можешь достать? Вау! Достаешь? Вау! Молодец! Задали два часа и вернулись домой. Выключаем воду. Так, я тут пока занималась своим другим каналом. Разруливала кое-что. Ой! Время уже пришло. Мы сегодня отлично нагуляли. Два часа. Просто великолепно. Я наговорила всем своим девочкам сообщение. Время без 10.3. На улице дождь. Мерзака пакостная погода. И мы идем за идошечкой сейчас. Габи, подожди. Надо одеть другую обувь. Ну, надо же. Ой, какой дождь. Блин. Нет, другие бутсы надо одеть, доча. Короче, сейчас будем одеваться. Нет, нет, доча, нет, потому что на улице дождик идет. Мы с тобой должны одеть другие. Вот. Сейчас вам покажу, что на улице, блин, надо идти за идол. И вот такая вот погода. Полюбуйтесь. Хорошо, что мы погуляли. Два часа выгулили мы сегодня. И вот такая фигня произошла. А, ну, надо же, а. Ну, ничего, сейчас будем переобуваться. Все для дождя. Главное, чтобы не было холодно. А вот, слава богу, не холодно. Вот эти. Вот эти чопики габины оденем. Ой. Да, все розовое. Одевай, бэби. Не-не, не надо садиться. Стой. В общем, короче, сейчас оденемся. Пойдем за идошкой. Быстро его заберем. И я продолжу отвечать сегодня на вопросы Керен. Сегодня прям тебе посвящено это видео с моими видеоответами. В общем, сегодня так немножко много работы. Там нужно было кое-что выяснить. И все. Да, вот еще сообщения мне приходят. Все, ребята. Так что я пошла собираться одеваться. Мы побежали, зайду. Приду, расскажу, как это было забирать его в дождь. Вот как выглядит мама канадская, когда идет дождь. И у нее нету зонта. Так, ребенок пришел, решил делать проект. Решил делать бутерброды. Да, Идаша? А шрица толпы. Да, для самого себя. Вот это вот больше всего мне понравилось. Так, давай, мамочка, тебе, наверное, порежет это. Или ты можешь сам попробовать? Только режь, хорошо. Не дави, ты давишь. А надо резать. Только осторожно. Don't chop your fingers. Да, ты их укусил. Он, бедный, на выходных так укусил себе сильно пальцы, когда кушал. Да, и вот что случилось. Да. Ну там ничего не хай, покажи. Ну покажи, покажи. Ты сильно много крутил, подожди. Шкачер начинает исчезать и исчезать. Да. Бедненький, укусился со всей силы пальчик. Нет, нет, нет. Потому что я хотела взять небольшой кусочек. Да, давай ты сейчас сосредоточь. Все, видишь, как это режется? Пальчики, главное, осторожно. И все. Молодец. Все, видишь, только так. И ты чуть-чуть можешь раскрыть и положить то, что тебе надо. Или ты хочешь до конца разрезать. Так. Молодец. Ну, you see? You can do it. Окей, now I need tomatoes. Подожди, а второй разрезать бутерброд. Если ты сейчас работаешь с хлебом, закончи с хлебушком. Ну, да, мы там уже разделимся. Да, это музыка сопровождает, так сказать, сейчас. Томейтос. Томейтос. Ну, давай, доставай. Доставай, томейтос. Будем сейчас встретить. Боже, я на пуделя похожа сейчас. Потому что волосы намочились. Они, я вчера опять мала голову на ночь. Легла спать. Вот она немножко там себе делала эти свои хвосты, которые я делаю двухуровневые. Я говорю, я мечтаю найти человека, который парикмахер. Вот, все, помидор. Сначала надо помыть его, Эдоша, как следует. Мечтаю найти себе девочку какую-то, которой нужна модель для стрижек. Я готова быть моделью. Меня можно стричь, как хочешь. Можно коротко. Можно почти на лысо. Можно коре. Можно удлинять. Можно что хочешь. Я бы дала свою голову под любые испытания. Только, чтобы кто-то кого-то так найти. Потому что парикмахеров я не знаю. Тех, которых я знаю, берут сумасшедшие деньги за стрижки. И поэтому... Ой, как они хорошо. Габи принесла полотенечко для Эдошки, чтобы он мог вытереть помидорочку. И вот он. Да. Молодец, Габи. Ой, молодцы. Все, сейчас ты попробуешь порезать сам томаты? Ну, давай, попробуй. Это фан. Конечно, это фан. Габи, ты можешь... Вот так. Ну, Габи, да. Сейчас ты. О, Габи. Так ты тебя же он ничем не намазал. Это просто кусочек хлеба. Оставь ее, оставь ее еду. Оставь. Она не хочет. Пусть ест так. Окей, где ты. Я бы сначала разрежь помидор, наверное. И теперь я добавлю мастер. Окей, я добавлю. Вот так, вот так режь, вот так. А, ты тоже хочешь? Мам. Тоже помидорку уложить тебе, да? А чем ты будешь мазать хлебушек внутри? Мастер. А, только мастер? А крем-чиз не будешь? Мам. 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 Хочешь, тоже колбаска внутри? А что будет колбаска? Крабишься-то. Слушай, ты, видишь, что ты делаешь? Ты не режешь, ты давишь. А надо резать. Вот как ты хлебушек резал, так же и помидор. Молодец. Все, ты видишь? Все, надо пилить. Пилят, знаешь, как дерево пилят? Good job. Молодец, умничка. Все, два кусочка пока что вам хватит. Каждому по кусочку внутрь хлебушка. Достань, пожалуйста, что ты хотел, чем мазать, мастер. Ну, уже достань крем-чиз. Да не одинаковые эти булочки, Идо. Достань, чем мазать себе. Подожди, сначала намажь. О, да. Крем-чиз. Ням-ням, крем-чиз. Окей, мастер и крем-чиз. Мастер. И пилотекция. Я forgot to take the kawasa, but yeah. Ханаби. Взрослый мальчик уже, да? Сам себе делаешь бутерброд. А почему не для габи сначала? Достань, а вон ножик, да, которым можно мазать Филадельфию, там лежит. Да-да, он не такой острый, это специально для того, чтобы мазать маслечко или что-то другое. Он не острый. Это открытая Филадельфия или закрытая? Открытая. Сейчас. Да Габи будет с этим, да, Габи? Да. Ты моя, Зуля, ты встала на мамочку, обнимается. Обнимается, что-то там возле мамы троться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отчасти ребенок не знает, что с собой делать. Молодец, Эдошечка, все так мажет. Что там? Это от чего? А, это от твоего браслета, Габи. Она видит этот зайчик на потолке. А это от его зайчик на потолке бегает. От ее шикарных украшений на руке. От вот этих вот. Потому что у нее браслет на руке висит. Свет отбивается и на потолке получается зайчик. Куда он делся? Где он, Габи, зайчик? А вот здесь где-то был сейчас. Где? Туда нам надо, Габи, посвети рукой вот туда. Все, уже исчезла сейчас. Но неважно, Эдош, продолжаем. Так, ты намазал. Я. Ты только одну половинку намазал, Кримчи, со второй. It's okay, it's okay. Понятно. Я ставлю это не для того, чтобы это стикт-тугезер, а для того, чтобы это было вкусно. Хорошо, Габи, молодец. Вот Эдошка тебе дает помидорку. Молодец, Эдошка, закрывай. Видите, колбаска. А, да, колбаска. Да, ты так шевелила, и там был зайчик сверху. Да, баники. 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 Баники, понятно, баники. Габи, сейчас будет колбаска. Сейчас будет колбаска. Да. Ладно, колбаска. Нет, one piece. Two, это too much. It's going to be too fat. Это too fat, да. Это, знаете ли, колбаска для школы, а не для кайфа. Не-не, ну сложи ее, что же она висит со всех сторон. В две сложи ее. В два раза. Угу. Вот так. Молодец. Ой, даже в четыре. Молодец. Спасибо, скажи. Не будем говорить, но... Хорошо, иди. Спасибо. Она сказала, иду, спасибо, по-моему, в первый раз в жизни вообще. Спасибо. У тебя же уже есть отрезанный кусок помидора, Эдошка. Да, но у нее два маленьких, а у тебя большой. Сначала надо намазать, Эдошечка, а потом помидором разбирать. Что там? Не намазано? Да, там есть еле отельфия. Каби, закушай. Кушай, без лишних разговоров, да? Как Эдошка сделал, так и должны все кушать. Вот, Эдошка, ты немножко еще подрастешь. Мама будет на работе. Ты будешь забирать Габи, будешь ей готовить бутербродики. Дай, дай, маме, чтоб она кушкала. Мама, и мама! О, мама сонетет майонет. Окей. Это все, что я нужна. Это мастер. Сок, припад. Сок, припад. Окей, нам сонет майонет. Сок, припадай. Мама. Ну как? Да, мама. Вкусненько? Поздравляю тебя, Эдошечка, с первым бутербродом. Давай, мама попробует. Подержи маму, снимай маму, как мама будет пробовать. Ммм. Ммм. Какой вкусный бутерброд Эдошка сделал. Вот этот ты молодец, Эдошечка. Ну, поздравляю тебя с первым бутербродом. Ну, дейли я не рассчитывала, но в следующий раз, когда я поеду в Коск, я так куплю, чтобы было дейли. Потому что эти булочки пока что рассчитаны, и это последний мешочек на эту неделю. В школу тебе, хорошо? Ты можешь делать с простым хлебом, если хочешь. Ой, ребята, это так вкусно. Все, подмешали. Вот так приучаю к самостоятельной кухне. Он захотел, проявил желание, пожалуйста, сынок. Вперед. Эдоний, идите, пожалуйста, наверх, идите вниз, сынок. Вниз. Наверх не идите, а то я потом с ковров эти крошки не счищу. Так, мы говорили про волосы. Как я хочу? А? А? Не, не, апстерс я не разрешаю с бутербродом, Идо. Вниз. В бейсмент можно идти. Там тоже есть телевизор, и сядьте там покушайте. Там удобно и пропылесосить, и убрать потом, если что. Итак, вы уже увидели, как я могу выглядеть во время дождя, бляха, почему такая камера кривая. В общем, короче, я немножко не на то, как Иран отвечала тебе вначале, но смысл в том, что сейчас я отвечу на твои вопросы, которые часто, в принципе, я думаю, возникают и у других людей, поэтому решила все-таки сделать на эту тему видео. Побыстречку постараюсь ответить. Инночка, скучаешь ли ты по бешеному ритму жизни в Израиле? Однозначный ответ – нет, потому что жизнь у меня была действительно, как и у всех у нас, там сумасшедшая. Я не могу сказать, что у меня здесь нет этого ритма. У меня здесь тоже ритм, дай Боже. И это при том, что я не работаю. Я уверена, что когда бы я выйду на работу, то этот ритм просто будет практически таким же, потому что время везде летит быстро на всей планете, наша Земля, и когда у нас есть семья, обязательства, обязанности, и дети, и мы еще молодые, чего-то хотим сделать и так дальше, ритм всегда быстрый, и время всегда летит быстро. Поэтому в этом плане, это я понимаю сегодня уже как бы, в этом плане этот ритм, конечно, я думаю, он будет точно таким же. Но, то есть, если ты меня спрашиваешь про ритм, скучаю ли я за ним, нет, потому что у меня достаточно здесь тоже активная жизнь, и вы можете, в принципе, видеть, зимой, конечно, она менее активная, чем летом, но она тоже достаточно активная. Но именно за тем ритмом, который был у меня, нет, я не скучаю. Однозначный ответ – нет. Как думаешь, как быстро бы ты вернулась на работу после рождения Гави, будучи, живя в Израиле? Значит, ответ сложный, потому что как бы я находилась в той ситуации, в том месте, я не выходила из этой ситуации. Вот если бы, например, я вот как бы жила в Израиле, потом уехала в Канаду, жила, жила в Канаде, а потом бы вернулась в Израиле, меня бы спросили этот вопрос, я бы на него лучше могла ответить, да, потому что я уже вышла из этой ситуации, я пожила другой жизнью, я увидела другую жизнь, и теперь у меня уже есть новое мнение на какие-то там другие темы. Если бы я жила как бы в той же атмосфере, в том же, как говорится, лахаться, да, в том же напряжении и ритме, то я думаю, что я бы вернулась так же, как всегда. С ИДО у меня получилось так, что я вышла через 6 месяцев, что это очень хорошо, еще 4 месяца моя мама помогла мне, она жила у нас, и она была с ИДОшкой, потом уже она взяла там все свои, когда она еще не была на пенсии, она работала, она взяла там все свои выходные, которые у нее накопились, все там отпускные, в общем, больничные, все, что можно было, она собиралась на 4 месяца, что-то за свой счет, и в общем, мы по максимуму это выжили. Получилось, что ИДОша у меня просидел в 11 дома, и в 11 месяцев он пошел в садик у меня, потопал. Вот, поэтому это как бы такая была ситуация, как если бы я продолжала жить в том же ритме, было бы с Габриэль, ну, если бы родилась Габриэль, или неважно, второй ребенок, мне тяжело сказать, ну, то есть это было бы не меньше, чем 6 месяцев, возможно, я бы как бы просидела год, возможно, я бы уже тогда, мозги бы у меня тоже, наверное, уже бы я повзрослела, даже если бы я не вышла из ситуации жизни в Израиле. То есть я уже на тот момент по-другому рассуждала, и спустя там, например, 2 года после того, как я вышла из декрета и вернулась на работу, то наверняка я бы, наверное, я уже тогда делала для себя выводы, что можно было еще остаться дома. Но больше я сожалеть об этом начала, когда я приехала в Канаду и познакомилась, как я говорю, со своим сыном опять во второй раз, и увидела, какой он у меня, и что. А когда родилась Габи, я поняла, сколько я упустила с ним, то, чего я наслаждаюсь ей и ее детством, этими месяцами, которые быстро уходят. И не знаю даже, что сказать. Это вопрос достаточно сложный. То есть я думаю, что я бы, наверное, может каким-то образом просидела первый год дома, просто я бы, конечно, никто бы не сидела, потому что в обществе не принято сильно сидеть, то есть принято работать, и мы всегда, в принципе, жили обеспеченно и неплохо, и Костя всегда достаточно зарабатывал, но как-то было у нас, все время я работала, всегда не было такого, чтобы я не работала, поэтому вот новая ситуация, которая оказалась в последние пять лет, когда я не работаю, она нова для меня, и я к ней привыкала примерно три года, потому что еще первые полтора года я училась, приехала куда-сюда, я решила пойти учиться, я об этом много рассказывала, я училась, потом я забеременела, родила, потом мы переехали на этот дом, и я как-то была еще в какой-то такой атмосфере, но все равно, а потом мне пришлось смириться с этим обстоятельством, пересмотреть свои ценности, все-все пересмотреть, и переехали на этот дом, да, габушка моя маленькая, в общем, короче, очень многое изменилось, но смысл в таком, что я не могу однозначно сказать, как было бы, если бы я габи родила в Израиле, не выходя из ситуации Израиля, из той ситуации, в которой я находилась. Потом, осенью, когда габи пойдет в садик, ты планируешь выйти на работу? Я пока что не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что у меня есть несколько планов, если мне удастся их осуществить, то я не выйду на работу, или, по крайней мере, не выйду на полную ставку, а выйду, но один из планов это маленькая подработка на 2 часа в день, помимо тех вещей, которые я как бы делаю на сегодняшний день, помимо тех вещей, которые делаю на сегодняшний день, как бы, если я это не приведу в состояние полной работы к сентябрю, то придется выходить на полную ставку, то есть не придется, я еще не решила, короче, я еще не решила, у меня есть 2 варианта, либо выходить, либо остаться дома, но при этом, как бы, делать заработок, не выходя из дома, будем говорить так, если мне это удастся сделать, то я не выйду, если мне не удастся сделать, то я выйду, в общем, вот такой, поэтому я сейчас очень много работаю над разными вещами, проектами, поэтому мне сейчас тяжело ответить на этот вопрос однозначно, потому что мы знаем, что даже когда Габи выйдет в садик, все равно это идет первое привыкание, все равно начинаются какие-то болячки, тем более это идет на зиму, да, и, в общем, сумасшедший дом, получается, и я к этому готова, и, в общем, садик до 3, школа до 3, то есть, ладно, для и до можно брать авторскул программ, на который он сразу не хочет идти, он сказал, мама, я не хочу, пожалуйста, только не авторскул программ, пожалуйста, забирай меня, либо мне нужно будет платить кому-то, кто будет забирать Габи, и будет иду одновременно забирать, ну, в общем, не знаю, это еще, в общем, это надо решать, но это не сейчас, потому что у меня еще нет плана, как он у меня, посмотрим, поэтому я не хотела выходить на работу, только лишь на что-то частное, такое, что мне даст возможность подзаработать, Габи, не трогай камеру, в первой половине дня, с 9 до 2 часов, до 3 часов, вот, дальше, ну, я вас буду держать в курсе дела, что там будет происходить, то есть, вы будете знать по поводу работы, следующий вопрос, вы планируете приехать в Израиль, ох, как я планирую, как я планирую приехать в Израиль, но пока что это не, скажем так, это возможно, но это нереально сейчас сделать, потому что, в связи с финансами, с финансами на первом плане, и с приоритетом, скажем так, если бы я до этого момента маму не видела, конечно, я бы давно была в Израиле, но так как мама приезжала ко мне сейчас, и, может быть, получится у нас свидеться в этом году, я еще не знаю как, но такой план какой-то маленький есть, то не знаю, короче, однозначно знаю, что в следующем году мы однозначно куда-то летим, возможно, мы даже... Мамя, ты мне сейчас мешаешь, возможно, даже в этом мы куда-то полетим, но я не думаю, что это будет Израиль, по поводу Израиля, я бы еще вчера туда приехала, к своим всем друзьям, и столько подписчиков сделали бы обязательно какую-нибудь встречу, если бы мне кто-то помог организовать, но пока что это, нереально, нереально сейчас, потому что приоритеты немножечко по-другому финансовые распределяются. И что еще? Какая погода тебе подходит больше, канадские морозы или израильская жара? Однозначно могу сказать, что жару я не переносила, причем в Израиле с каждым годом мне было все хуже и хуже ее переносить, мне было просто невероятно тяжело, как я говорила, либо в Израиле становилось жарко, либо я так уже... настолько этот климат мне не подходил, что у меня уже плохо-плохо было, мы жили еще без мозга, она без кондиционера, все время мы жили без кондиционера, все квартиры, в которых мы жили, не были без кондиционера, и мы не хотели устанавливать кондиционер, потому что мы говорили, ну вот мы поживем здесь год, что я должна устанавливать? ну вот здесь мы поживем год, а потом мы уже знали, что мы будем ехать в Канаду, каждый год раз мы говорили, ну мы сейчас едем в Канаду, зачем оно нам надо, зачем оно нам надо? А мы на последней квартире перед Канадой прожили 6 лет, 6 лет, и я сказала, боже мой, за это время бы уже, этот мозган давно бы отработал свой этот кондиционер, и уже бы 10 раз мог поломаться, и ну по крайней мере, если бы не поломался, точно бы свое он отдал за 6 лет, ну в общем, одним словом, мы прожили под вентиляторами, конечно, в принципе, с большого смысла в этом не было, потому что дома нас практически никогда не было, мы все время были на работах, вот, поэтому я жару не переносила, я очень любила жару, просто для меня это очень тяжело, так я сама по себе полная, и конечно, мне это вся жара, еще мы жили в центре, а в центре, естественно, там влага, мы в решеной лицеоне жили, это влага постоянная, когда ты утром проснулся, только встал, ноги опустил с кровати, ты уже весь мокрый, как будто тебя облили из ведра, и не потому что ты вспотела, а потому что влага просто такая, да, то есть, я не знаю, Керна, где ты живешь, я забыла, я читала, это не описала, краеты, или это я уже с кем-то другим путаю, в общем, одним словом, такие вот дела, так что, конечно же, когда я приехала в Канаду, вот это вот, это не красиво, доча мама же разговаривает, когда мы приехали, первое, что с меня сошла, первое, что с меня сошла, это отечность моя, то есть, сошла у меня на лице, на руках, на ногах, сошла отечность, благодаря климату, вот этому, такому, не, не влаги, ну, не было такой влаги, не было вот такого вот, как колбаски руки у меня не были, моя золотая, поэтому вот это то, что мне нравится, мне нравится, что здесь есть все 4 сезона, как я в начале видео сказала, Мне это все нравится. Но единственное, что, конечно, ты устаешь от зимы, что она такая затесная. Мне не мешает. Только лишь из-за того, что маленькие дети, и тяжело быть с ними дома в четырех стенах. Все лето сидеть. В стенах, в стенах. Я все время знаю, что на последнее надо ударение делать. Но тяжело во время произношения правильно произнести. Что за голос здесь торчит? Вот. Так что, конечно, если бы не дети, мне это не мешает сидеть дома. Я люблю. Я вообще домосед. Я люблю сидеть дома, что-то убирать, что-то перекладывать, делать, сидеть в компьютере. И, в конце концов, валяться возле телевизора. То есть, я люблю быть дома. Тем более, в доме всегда есть работа. Найдется. Габи, не трогай, пожалуйста. Мне здесь больно. А когда с детьми, это очень тяжело. Поэтому это напрягает. То, что длинная зима. Вот это их развлекать как-то. Придумывать, что с ними делать. Что им показывать. Куда их везти и так дальше. Вот это вот оно все тяжело. А вообще, конечно, я люблю Канаду. Я люблю канадский воздух, природу. Конечно, здесь еще все это меняется. Несмотря в какой провинции ты находишься. Не везде так, как здесь. Вот. Ну, по большому счету, если однозначно говорить, то я люблю больше канадские четыре сезона, чем израильские два. Лето и осень. Я всегда так говорю. Боже, какая злая девочка здесь. Это ты Папу Пик поешь? Ой, ты мой золотой, ты мой золотой, золотой. Все, в общем, это были ответы на вопросы сегодня твои. И я думаю, много они будут интересны. Я думаю, что на сегодня практически на этом мы будем заканчивать. Еще пойдем что-то поделаем. Вечером уже вам включу. Скажу вам пока. Попозже. Сейчас уйду надо уроки делать, кормежки. Потому что бутерброды это хорошо, что они поели. Кидо уже сделал, по второму пришел. Вот. Сейчас буду их чем-то кормить. Да, Габи? Что-то думать надо на ужин. У нас сегодня еще есть остаток лукового супа для Папы. Из мясного ничего нету. Нужно будет что-то из наших разморозочек. Завтра буду пельмешки делать, может быть. Скорее всего, буду делать вам мастер-класс пельменей. Да-да. Да. Все, давай выключать будем. Бай-бай. Бай-бай. Здесь в конце я поставила варить гречку. Я с собой позанималась пианино. Мы быстренько уже с ним... Я уже просто сюда погружала вот свои разморозки. Вот мои разморозки. Видите, вот оно было в кастрюльке. Из-за того, что было залито в жидкости, вот так все произошло. Все, я его вот так погружаю. Сейчас немножечко оно подойдет, вот эти уголочки. Я их отломаю и внутрь положу. В общем, вот такая прелесть. Уже готовая у меня подлива. И гречка. Видите, 5 секунд работы, у меня готовый ужин. То есть, это классный вариант. Все, гречка. Воу! Почти готова. И... Мои шарики. Вот они. Ну... Вот как это выглядит. Прелесть какая. Вообще работы ноль. Просто все в кастрюлю погрузила. На маленький огонь. И вот и ужин, и... Готов. И 10 минут. Сегодня была очень занята, поэтому прекрасно. Сейчас вот пригодилось мне просто замечательно. Шарики с гречкой и салатик. Вот как раз вторая его часть. Сейчас мы все это закинем сюда. О, какой прелестный салатик. И соус. Но вы уже этого не увидите. Мы пошли кушать. Приятного нам аппетита. Друзья, дорогие мои, я уже говорю тихо, потому что еду уже укладывается. Габи уже почти спит. Время полдевятого. А время, когда мне быстро есть часа полтора поработать до десяти. Мне много сегодня, что нужно сделать здесь. Спасибо, что были с мной. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, у вас было хорошее настроение с нами. Я желаю вам доброе утро, хорошего дня и спокойной ночи. До завтра.